Субтитры подогнал «Симон» И немного о видео, которое доступно на разных носителях и в первую очередь на Ютьюбе. Такой способ христианского свидетельства стремительно набирает популярность по вполне понятным причинам. И первая из них — легкий доступ, особенно для интернет-пользователей. Большинство видеоматериалов сегодня можно просматривать в режиме онлайн. Они рассчитаны на визуальное восприятие. Если речь идет о диске, то его всегда можно просто передать человеку и попросить посмотреть, с тем, чтобы потом вместе его обсудить. Удобно и уместно для целого ряда случаев. Пожалуй, самый известный христианский видеоресурс — это фильм «Иисус». Его смотрели буквально сотни миллионов человек, и, по имеющимся данным, для миллионов он сыграл решающую роль в обращении к Богу. Фильм «Иисус» — это экранизация Евангелия от Луки, где повествуются о рождении, учении, смерти и воскресении Иисуса Христа. Большинство из вас наверняка его смотрели, а кто-то, возможно, даже использовал. В чем преимущество показа этого фильма? Во-первых, как мы уже отмечали, это наглядно-образное, в противовес абстрактному, представление евангельских событий. Визуальное представление обладает огромным эффектом воздействия. Картинка отображает чувства, движения, выражение лиц героев, наглядно передает сюжет, словом, апеллирует к чувственному восприятию. Зачастую на показ кинофильма приходит множество народа, особенно в тех странах и регионах, например, в Африке и Индонезии, где компьютеры и телевизор есть далеко не в каждом доме. Там показ фильма на улице на большом экране — это целое событие. Вам, конечно, придется позаботиться о генераторе электричества и аппаратуре, но высокая посещаемость при этом обеспечена. Так вот, все это кажется ему близким и понятным. И отобразившие не сотовые телефоны и другие гаджеты, а быт и пыльные дороги того времени, по которым Иисус шел, а не ехал, скажем, на велосипеде, так вот, все это кажется этим людям близким и понятным. Один человек признался, что, слыша о Христе от миссионеров, все время представлял его себе европейцем или американцем. И только после просмотра фильма понял, что Мессия жил совсем в иных условиях, почти таких же, как и Он Сам. Теперь Христос стал Ему ближе. На самом деле, многим людям этот фильм помог преодолеть культурный стереотип и соотнести Иисуса с той культурой, в которой Он родился и рос. Так возникает иное восприятие Христа, как того, кого способен понять Ты и кто, вероятно, способен понять Тебя. Фильм Иисус был переведен примерно на 1100 языков. А это значит, что многие люди могут посмотреть его на родном языке. Поэтому, в каком бы уголке мира вы ни трудились, эту ленту вы, скорее всего, найдете в переводе на язык местных жителей. Понятно, что это будет дублированная версия, и движения губ не всегда будут совпадать с произносимыми словами, но это не самое главное. Главное, что текст будет звучать на понятном человеку языке, на котором вы, кстати, возможно, не говорите. И все же есть в таком способе евангелизации и свои трудности и недостатки. В чем они заключаются? Здесь я ссылаюсь на статью, опубликованную в Мессиологии несколько лет назад, которая рассказывает о проблемах, связанных с показом фильма Иисус. С одной стороны, визуальное восприятие иногда значительно доминирует над слуховым. Само по себе это неплохо, однако зрительный ряд — это все равно попытка интерпретации образов героев, событий, обстоятельств и личности Христа в частности. Так вот эти зрительные образы порой понимаются по-разному. Человек неизбежно толкует Писание с позиции собственной культуры, даже понимая, что оно описывает события, происходящие в Израиле I века. Пожалуй, наиболее серьезные проблемы возникают в связи с передачей жестов и даже перемещением объектов во времени. Так, в фильме Иисус носит с собой небольшую холщовую сумку, в которой некоторые зрители увидели разгадку тайны его чудес. Теперь понятно, говорят они, как он это делает. У нас шаманы, свои зелья, тоже в таких сумках носят. Сомневаюсь, что, продумывая образ Христа, режиссер мог допустить подобное предположение. Не исключено, что Иисус действительно носил какую-то сумку, но уж точно не как вместилище для зелий. Тем не менее, некоторые зрители восприняли это именно так. Так, жесты, одежда Христа, даже его прическа. Ну и что, что он с бородой, а длинные волосы, может быть, он женщина? Возникали и такие версии. Подобные вещи, как вы видите, могут отвлекать человека от главного. Не меньшее удивление вызвало у некоторых и столь быстрое перемещение Иисуса во времени. Людям, незнакомым с кинематографом и технологиями видеопроизводства, осознать это было крайне трудно. В силу новизны кино как феноменом. Хотя следует признать, что такое случается редко. В большинстве регионов мира люди давно пользуются телевидением и с удовольствием смотрят кинофильмы. Понятно, что их подобные вещи не смущают. Но вот еще пример. В конце ленты есть сцена Христа с учениками, снятая со значительной высоты. Тем, кто никогда не взбирался довольно высоко, такая перспектива казалась более чем странной с точки зрения пространственного восприятия. Впрочем, восприятие времени тоже иногда было своеобразным. А что, Иисус жил всего два часа? Недолго. Да, конечно же, нет. И здесь без пояснений не обойтись. Другой момент. Как я уже говорил, эта картина снималась в Израиле, что позволило максимально воспроизвести условия, в которых происходили события. А вот актер, которого выбрали на роль Христа, абсолютно европейской наружности. Ни на израильтянина, ни на африканца, ни на азиата. Он похож на небо. И это тоже трудно не заметить. Откуда у Христа европейские черты, задумываются люди? Интересно, а каким шампунем он пользуется? Волосы у него всегда лежат просто безупречно. А может быть, люди первого века знали особый секрет ухода за волосами, несмотря на жару и пыль? Вот лично у меня, во время просмотра, такой вопрос возникал. Не могу сказать, что я на нем завис, но такая мысль появлялась. Тем не менее, несмотря на все недостатки этой картины, через нее Бог привлек и привел к себе буквально миллионы людей. Она стала эффективным инструментом для благовестия в самых разных уголках мира. В Германии, например, у нас был знакомый китаец, который о христианстве не знал ровным счетом ничего, кроме того, что его основателем был Иисус. Все. О жизни Христа он не имел ни малейшего представления. И это было несколько лет назад. Так вот, однажды мы пригласили его в гости и показали фильмы Иисуса. После просмотра он сказал, «Теперь я понимаю, почему люди в него верят. Он заботливый и сострадательный. Сцена распятия у многих вызывает слезы им. Искренне жаль Христа, доброго человека, учителя, благотворителя, чудотворца. Как же надо любить людей, чтобы отдать его на распятие? Это не может не трогать. Теперь я понимаю, почему люди становятся христианами, говорит китаец, для которого совсем недавно Иисус был всего лишь основателем религии. И не более. И в заключении немного о работе с новообращенными и ученичестве. Помните, когда мы рассматривали шкалу духовного пути человека, мы говорили о том, что мало подвести его к моменту покаяния. Надо еще и помочь сделать первые шаги веры, оказать содействие в духовном росте и развитии. Здесь важно обеспечить плавный и органичный переход к формированию новообращенного как христианина и члена тела Христова, церкви. Порой, посмотрев фильм «Иисус», человек приходит к Богу, но как бы изолированно. Потому наша следующая задача — приобщить его к христианскому сообществу и по местной церкви, потому что это крайне необходимо для его дальнейшего духовного роста и развития, его последующих шагов на христианском пути. Сопровождать человека на этом пути надо целенаправленно, на всем его протяжении, от момента обращения до достижения духовной зрелости. Столь же целенаправленно необходимо и помогать ему обрести свое место в общине, как той среде, в которой будет происходить его освящение. Все это следует продумывать. Иногда на евангелизационном мероприятии, массовом мероприятии, мы сразу же приглашаем собравшихся на занятия по изучению Библии. Приглашаем самыми разнообразными способами, и через объявления, и через пригласительные, и через электронные письма, давая понять, что это только начало, и нам еще есть, что предложить. Мы звоним, приходим в гости, предлагаем подвезти людей, если у них нет транспорта. Все это очень важно, особенно первую неделю после обращения человека к Богу, и особенно, если среди его друзей и знакомых нет верующих. Когда знакомые христиане есть, то и первый этап духовного роста проходит более естественно. А вот если человек пришел на какое-то массовое евангелизационное мероприятие и выказал интерес к личности Христа, ваша задача незамедлительно на это отреагировать и сделать все возможное, чтобы этот интерес поддержать и удовлетворить, пока он не угас. А теперь буквально несколько слов о рекламе в средствах массовой информации, поскольку это отдельная большая тема об использовании масс-медиа в евангелизационных целях. В каких-то регионах эти возможности будут довольно ограничены в силу объективных причин – запреты со стороны правительства или контрпродуктивность самой рекламы. Тем не менее, разместить объявления можно в газетах, если они готовы публиковать анонсы ваших церковных мероприятий. У меня, например, был один забавный случай. Периодически мы выпускали пресс-релизы, и периодически я их писал. Причем, написав статью, надо еще убедиться, что никакие коррективы сотрудники редакции в нее не внесли. Конечно, подать информацию можно под разным соусом, но для нас главное, чтобы хотя бы содержание было передано точно. Так вот, однажды я написал такой пресс-релиз, и его опубликовали буквально слово в слово, просто перенесли как есть, и это было неожиданно, но в определенном смысле очень приятно. Итак, средства массовой информации могут сослужить вам добрую службу. Люди верят тому, что слышат, например, по радио. Если вам или кому-нибудь из вашей общины удастся наладить подобное сотрудничество, скажем, познакомиться с главным редактором или редактором статьи о религии, оно может оказаться весьма продуктивным. Еще раз подчеркну, следите за тем, чтобы тот материал, который вы даете, публиковался или озвучивался в неискаженном виде. Рекламная кампания публичных или церковных мероприятий должна проходить при поддержке средств массовой информации. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова